Болезни почек у кошек – симптомы лечения. Почки в организме кошки поддерживают кислотный уровень, регулируют артериальное давление, генерируют гормоны. Ветеринары знают, что болезни почек у кошек встречаются чаще других заболеваний. Почему почки – слабое место у кошек? Ученые объясняют это двумя причинами и природная предрасположенность. Домашние кошки имеют редко-африканскую пустынную кошку. Она долго обходилась без воды, особенность передала потомкам. Они мало и нерегулярно пьют. Нарушается водный баланс, что сказывается на работе почек. Анатомические особенности – кошачья уретра длинная, тонкая, с тремя сужениями. В этих местах моча задерживается, не отводится. Это нагрузка на почки, больной кот причины отклонений в работе почек у котов. Главное – возраст. После 7 лет жизни все особи страдают почками. Причины – неправильное питание, белка в рационе или нет совсем, или избыток. Питьевая вода в регионе жесткая, насыщенная солями. Катарана кастрировали, генетическая предрасположенность, инфекции, отравление, травмы, врожденные аномалии. Важно! Все особи старше 7 лет в группе риска по почечным заболеваниям. Их ежегодно показывают ветеринару, сдают анализы, делают клинические исследования почек. Факторы, влияющие на развитие почечных заболеваний. Хозяева присматривают за здоровьем кошек. Но есть факторы, которые предрасполагают к развитию почечной болезни. Кошка слишком откормленная, либо очень худая, мало пьет корма. Слишком соленый, либо в них избыток сахара, ест много мяса и рыбы, спит на сквозняке, живет в сыром помещении, не может вовремя сходить. В туалет источник инфекции в самом организме кариес, малоподвижный образ жизни. Распространенные почечные патологии. Кошки чистоплотные животные. Если они перестали вычесывать шерсть, ведут себя апатично, владельцы идут к ветеринару. Ищут причину в мочевыводящей системе. Не все знают, где почки у кота, а причина недуга часто кроется в них. Самые распространенные болезни этого органа вызваны бактериями и связанными с ними воспалениями. Это все виды циститов и нефритов. Причина развития почечной недостаточности. Ее виды почки постоянно фильтруют кровь от токсичных веществ, поэтому развиваются их патологии. Чаще всего сталкиваются с почечной недостаточностью. Бывает двух видов. Хроническое. Провоцирует ее плохой уход, переохлаждение, либо кошку содержит в слишком жарком помещении. К напасти также ведут нарушение обмена веществ. Сахарный диабет. Орган разрушается, болезнь до конца не вылечивают. Острое, спонтанное воспаление со стремительным развитием. Опаснее хронического орган может отказать. Причины. Стресс. Сердечные болезни. Артериальное давление. МКБ. Нефросклероз. Мочи белок и кровь. Частая мочь и спускание. Объем мочи уменьшился. Проводят биохимический анализ крови и узи почек. Устанавливают соединительные ткани. Разрослась орган, плохо снабжается кровью. При этом почки сморщиваются, не выполняют свои функции. Лечение. Мочегонные препараты. Слабительные. Сердечные лекарства. Антибиотики. Обеспечивают правильным питанием. 4-5 раз в день. Сокращают соль. Белки. Гидронефроз водянка почек появляется, когда мочеводящие пути сужаются. Почки переполняются, растягиваются. В дальнейшем отмирают функциональные ткани. Причины травмы – воспаление. В брюшной полости могут появиться новообразования, сдавливать мочевой пузырь. Проводят ультразвуковое исследование. Важно! Данный недуг можно вылечить только оперативным вмешательством. Пиелонефрит – животное горбец на лотке, в моче кровенистые и гнойные вкрапления. У кошки болят почки. Симптомы однотипные. Бактерии поражают верхние мочевые пути, развиваются гнойные воспаления, в лоханке. К пиелонефриту приводит хронический нефрит, сахарный диабет. Другие факторы – переохлаждение, почечная недостаточность, тяжелые роды, отравление. Когда орган начинает отказывать, назначают антибиотики, противомикробные препараты. Амилаидоз печени и почек – редкое заболевание. Нарушение белкового обмена. Белок оседает на внутренних органах, они перестают функционировать. Все, что снижает иммунитет, становится причиной амилаидоза печени и почек. Белок откладывается в почках, вызывает ХПН. Признаки потери веса, отечность лапы морды, жажда, темная моча, одышка. Важно! Амилаидоз печени и почек – болезнь неизлечимая. Поликистоз – наследственное заболевание. Характеризуется образованием кисть с жидкостью. Расположение – снаружи почек и на верхних мочевых пустях. Обследование у ветеринара симптомы кошка не дает прощупать область почек, много пьет, мало есть, худеет, утомляется, слизистый. Бледнеет, мочеиспускание частое с кровью, во рту язвы повышается артериальное давление, мех тусклый, зрение снижается. Животному делают переливание крови, проводят симптоматическое лечение, поддерживают артериальное давление. Нефрит – воспаление почек инфекционной или аллергической природы. Нефрит бывает после вирусной атаки, отравления после глистов. Также заболевание вызывает переохлаждение и мочекаменная болезнь. А нефрите свидетельствуют частые походы на лоток, при этом мочи становятся меньше панас, апатия, желтушность, отеки век и лап. Коши кормят умеренно, сокращают соль, дают продукты с калием, кальцием и углеводами в составе. Для справки, если хозяин вовремя среагирует, болезнь легко поддается лечению кошка остается здоровой еще много лет. Гломерол анефрит – причины не выявлены. В моче кровь и белок. Скорее аллергическая реакция на некачественный корм. Отекают лапы по челюстной и пространство. Провоцируют недуг купания в холодной воде, содержание в сыром помещении, большие физические нагрузки. Кису сажают на бессоливую диету, делают кровопускание, подкожно вводят глюкозу. Симптомы и признаки нарушения работы почек. Симптомы и признаки больных почек у котов однотипные для всех недугов мочеводелительной системы. Болезненная моча и спускание мочи становится меньше. В лабораториях обнаруживают высокий уровень белка в моче, кровь в моче. Состояние животного угнетенное. Появляется слабость. Наблюдается потеря веса. Диагностика проблем с почками у котов. Когда кот заболел, ведут к ветеринару. Он назначает клинические исследования, берут кровь и мочу на анализ, измеряют температуру и артериальное давление. Животным проводят УЗИ и томографию. В сложных случаях для выяснения диагноза прибегают к операции, делают посев мочи. По анализам не всегда удается точно определить диагноз. Смотрят на соотношение креатининой в крови и в моче. Метод считают надежным. Лечение почечных болезней. Когда симптомы указывают на болезнь почек у кошек, назначают лечение. Лечение кошки в клинике проводят следующее мероприятие, устраняют основное и сопутствующее заболевание, применяют лекарственные препараты. Подкожно, внутривенно проводят курс антибиотиков, когда есть инфекции, применяют инфузионную терапию, когда наблюдают обезвоживание, используют физиотерапевтические методы, соблюдают правила питания, лечат народными методами, настоями трав, мята, мелиса, зверобой, душица. Лечебная корма как метод профилактики. В период лечения домашних любимцев от почечных болезней соблюдают правила питания. Кормят 4 раза в день понемногу. Вода должна быть постоянно. Питание сбалансированное, с малым содержанием соли. Следят за содержанием белка в еде. Сухие и консервированные корма берут качественные. Предпочтение отдают специально разработанным лечебным. Готовят натуральные продукты, отварную курицу, крыльчатину, овощи, каши. Внимание! Нельзя постоянно кормить кошку сухими покупными кормами. У нее начинается обезвоживание и проблемы с почками. Прогноз течения заболеваний. Если почечные заболевания обнаружены на ранних стадиях и лечение начато вовремя, то прогноз утешительный. Животному будут назначены клинические исследования и лечение. Оно может выжить. Поддерживающая терапия дает шанс продлить жизнь. Но есть неизлечимые кошачьи заболевания. Почки могут отказать. Тогда летальный исход неизбежен. Профилактика заболеваний почек у котов. Почечные заболевания тяжело подаются лечению. Их легче предупредить, чем лечить. Главная профилактическая мера – правильное питание. Кошки, хищники им дают сырое мясо, либо свежеприготовленные натуральные продукты. Животных вовремя показывают ветеринару, делают прививки. Но прививки тоже провоцируют болезни мочевыводящей системы. Поэтому прежде всего советуются с хорошим специалистом. Почки в кошачьем организме уязвимы органы из-за физиологических особенностей животного. Возрастные особи страдают разными почечными заболеваниями. Хозяева следят за условиями содержания любимцев. Когда замечают признаки недомогания, обращаются к ветеринару.